Всем привет, доброе утро! Этот влог должен называться «Жизнь без прикрас». Я только что отвезла детей в детский сад. Расскажу, почему я осталась одна на некоторое время. И сейчас я буду убираться дома, потому что утром у меня точно так же, как у всех после сборов полный капец. В одном из влогов вы уже видели, но я еще ничего не говорила о тыковках, которые я купила просто на обычном рынке. И если насчет вот этой я не сомневаюсь, что ее можно есть, то вот эти две скорее всего декоративные. И, ну, наверное, придется просто их выбросить. Зато красиво выглядит так по-осеннему, сочно, красочно, и эта осень просто настолько красивая. У нас мало дождей, хотя я вижу, что сейчас все мокрое, но я не уверена ни из-за тумана, ни из-за влажности лета. И вот Томак еще купил такие цветочки. Девчонки, я так вот немножко сомневалась. Мы посадили маленькие растения, и мне казалось, что как-то так лысовато у нас во дворе. Но все растения, понятное дело, адаптируются, и в следующем году уже так, я надеюсь, начнут расти. И мы были у наших соседей. У них, видите, все так густо посажено, и растения побольше. И о соседях я расскажу потом. У нас такие интересные соседи, это просто вообще бомба. И, значит, что я хотела сказать. Просто в целях экономии мы купили поменьше растения, потому что каждая там такая вот травка стоит 3-4 доллара. А при том, что участок небольшой, как бы понимаете, что все это вливается в копеечку. Когда покупаешь больше растения, то, ну, платишь соответственно. И мы были у соседей, и как-то так тесновато. То есть у них слишком много посажено. У нас вообще небольшой участок. К чему я веду? У меня всегда 5-е через 10-е. Посмотрите на вот эту траву. Я говорю, Тома, что она как-то так бедненько выглядит? Сегодня мы поедем в одно место, где вы увидите, как эта трава будет выглядеть через какое-то время. Это вообще просто обалденно смотрится. И я сама не могла поверить, потом в интернете проверила. И должно быть красиво через какое-то время. Но зато будем наблюдать вместе с вами, кстати, как это все растет. Сейчас еще кое-что рассмотрим. Здесь у меня обычная тыковка, из которой я собираюсь приготовить тыквенные блины. У меня вообще есть отдельное видео, отдельный футбук с тыквенными рецептами. Я оставлю вам ссылку где-то или в первом комментарии, или в описании к видео. И вот если будете выбирать тыкву, вы увидите такие маленькие. Она называется хоккайдо. Это такой сорт тыквы. Она очень сладкая, и ее не обязательно чистить. И вот, кстати, если у вас совсем маленькие детки, то для пюрешек вообще очень классная. Я помню, что когда моему Захарочку нельзя было морковки после операции, ну, потому что это все скрепляет, и рис нам нельзя было, я только и спасалась вот такими тыквами. Я специально ездила в экологический магазин осенью, да, это была осень как раз, и скупала оптом вот эти вот тыквы. А моя тыква лежит и лежит и ждет, когда же я сделаю тыквенные оладушки. Если этот рецепт был в каком-то другом футбуке, я для вас отыщу. И еще раз, еще раз говорю о том, что оставлю все в инфобоксе, потому что сейчас как раз сезон. Девчонки, пробуйте, вашим деткам должно очень-очень понравиться. Значит, что я хотела сказать. Я все никак не могу доехать к своей Насте, ее не было, и сейчас я очень сильно загружена. И, Настя, если ты смотришь это видео, то твой подарок ждет тебя. Кстати, вот такой факт обо мне, я не умею хранить какие-то там сюрпризы. То есть, если я что-то готовлю, я всегда об этом заранее скажу. Я просто настолько рада, что я могу какой-то мелочью порадовать человека, что я не выдерживаю. Короче говоря, Настя, я надеюсь, что мы с тобой уже увиделись, и я тебе это отдала. Я зашла в Пепко и увидела вот что-то такое. Вы знаете, что я кружка-маньяк, и это не значит, что я всех задариваю кружками, но просто я знаю, что моей подружке это понравится. И, блин, мне вовсе не нужен какой-то особенный повод для того, чтобы... Особый повод, да, наверное, правильно так. Для того, чтобы просто какой-то мелочью порадовать человека. И она мне жаловалась, что у нее какие-то проблемы с молью, мне это помогло. Вот, так что Насте я тоже купила. Точнее, не я, а Тома как раз был в Сковине, и попросила его, чтобы он купил Насте. В общем, такая кружка. А вот это вот для заварки. Очень красиво выглядит. Я не знаю, насколько это функционально, но зато я знаю, что моя Настя точно это оценит. Об этом рассказала. А вот эта открытка, вы представляете, я сто лет не получала и, скажу честно, не отправляла открытки. И когда она прилетела ко мне издалека, я прям, ну не знаю, я очень реагирую на всякие такие вещи. И нет ничего плохого и постыдного даже в том, что я, 30-летняя женщина, могу расплакаться из-за такой мелочи. Я просто довольно сентиментальный, эмоциональный человек. И, блин, мне было настолько приятно. Если ты меня смотришь, не буду называть имя, наверное, да, спасибо большое. Мне прям очень-очень приятно. И, ну, это тоже такая мелочь, знаете. Но это не просто сделала мой день, я поставила ее на вид на месте, она сейчас стоит на кухне. Это открыточка девчонки моей ногти. Это уже какая-то порнография. Они очень длинные. И сейчас поубираюсь и буду делать новый маникюр. Я не помню, когда у меня были настолько длинные ногти, мне уже очень неудобно. И сегодня будут прям кардинальные изменения. Хочется темного лака и коротких ногтей. Зато все хорошо держится, и это самое главное. Я не переношу, когда лак скалывается или когда такие, знаете, полуобдертые ногти отросшие. Это еще не такая беда. И моя Анетка работает в галерее. В галерее в Кракове. Ну, то есть это галерея, в которой также можно купить всякие дизайнерские вещи. И там есть и вот такие мелочи, и более серьезные, там по 5 тысяч долларов, какие-то статуи и так далее. И все это делается польскими мастерами. И вот я была у нее, и говорю Анетка, боже, это так красиво. Есть и большие подсвечники, и вот такие маленькие. И Анетка сделала мне сюрприз, просто без повода, опять-таки. И мне очень нравится вот этот подсвечник. И я хотела бы их собирать. И хочется, чтобы они стояли у нас в зале. А вот эта чашечка, она прям очень прикольная. Но мне жалко из нее пить, поэтому я, скорее всего, буду хранить у нее какие-то колечки, какие-то ожерелья. Вот такая интересная. Один раз попробовала пить кофе из нее. Это не настолько удобно. Поэтому возьму свою комнату. Она как раз подойдет мне по цвету. Все золотое такое. Это просто настолько мило, девчонки. И я как чашка-коллекционер и разбиватель, потому что я их бью часто. Очень рада. А вот это мне хочется сохранить. Так, пять минут, ни о чем. Ну ладно. Хотела еще с вами поделиться. Недавно мы были в Икеа, выбирали детские кроватки. Так ничего и не выбрали. Я хотела бы что-то такое более взрослое. И пока что мы не определились. Зато мы купили новую детскую постель. У нас новое пуховое одеяло. И оно сейчас сложено в четыре раза. То есть я сразу взяла такой полуторный размер. И я выбрала теплоту полтора. Ну то есть можно выбирать холодное одеяло, супертеплое или среднее. И даже несмотря на то, что это такая средняя теплота, мальчишкам под ними жарко. Они постоянно раскрываются. И я вот даже не знаю. Зато само постельное белье очень прикольное. Такое мальчишеское. И второе сейчас тоже вам покажу. Ну и еще один минус всей этой ситуации. Это то, что одеяло слишком большое. И теперь мальчишки не могут их сложить. Не совершайте моих ошибок. Оставьте все как есть с детскими одеялами. Пока они не подрастут. А то я как-то так решила взять на вырост. И сейчас жалею об этом. А вот стол, который мы купили Захарчику. И я задалась вопросом. Какой письменный стол купите ребенку в возрасте Захара? То есть около 5 лет. Я все-таки настаиваю на том, чтобы он пошел в школу, когда ему исполнится 7 лет. 6 это слишком мало. Тем более сейчас в Польше настолько сложная программа, что мы с мужем пока что ведем переговоры. Но я уверена в том, что мне удастся склонить его к тому, чтобы Захарка шел все-таки в 7-летнем возрасте. Чуть не сказала, в детский сад, в школу. И поэтому я так подумала, что за 2 года он может убить свой письменный стол. И вообще-то он не будет здесь стоять. Просто сейчас пока что мы не делаем перестановку. И остановились на вот таком письменном столе, на котором мы вместе будем рисовать. Поэтому здесь 3 стульчика. Ну, если еще и папа будет, то у нас такого не бывает. Если надо будет, мы принесем еще один стул. И вот этот стол хорош тем, что он регулируется в зависимости от роста ребенка. То есть сейчас и Гнаше, и Захарочку удобно. Если Захар подрастет, то можно будет поднять выше. Здесь нет никаких полок, как видите. Но можно докупить полочку, которая ставится наверх или которая въезжает под низ. Но я думаю, что все равно для Захарчика мы будем покупать какую-то другую мебель, когда он будет идти в школу. А вот этот стол переедет к Игнату. Такая ситуация. И он хорошо чистится, отмывается. Несмотря на то, что он белый, Захарка уже несколько раз его порисовал. Мне не жалко. Вы знаете, это настолько недорогие вещи, что можно будет как бы все сменить. И не париться, что я отдала непонятно сколько денег за письменный стол. И вообще я за то, что детство должно быть детством. И нельзя прям сильно напрягать детей там, убираться постоянно. То есть все в рамках разумного. А вот это, господи, если бы это видели в нашем детском саду, меня бы отправили... И меня, наверное, тоже, кстати. Захара и меня отправили бы к психологу. Здесь я вам говорила чуть что, сразу психолог. Мы были у соседей. Там мальчик постарше. И он рисует объявление убийц. И у него все это так выглядело в его спальне, в его комнате. То есть было очень много объявлений. Захар насмотрелся. И он все это нарисовал, блин, за один вечер. И так как у нас был дедушка, Захар говорит, дед, я хотел бы прикрепить это на стену, так как у мальчика. И они нашли, блин, флажки, которые были предназначены для карты. Чтобы отмечать места, в которых мы были. И, короче, теперь у нас дыры в стене. Ну, я не сжала. Ладно, пусть будет. Зато ребенку было весело. Может, это не очень прикольно, то, что он рисует убийц. Но я знаю, откуда это. И я не считаю, что это какое-то отклонение. Вообще, младшие детки всегда тянутся за старшими. И не всегда перенимают все самое лучшее. Мы с вами сегодня еще не виделись. Я так сильно накрасилась. Я вообще не специально. И получилось что-то мрачновато, гранжевое. Еще и так оделась. Короче, не знаю. Что-то пошло не так. Сегодня у меня шерстяной костюм All We Need. Сумка Кочаровская. Пока с ней все нормально. Мне она очень нравится. И вот эти туфельки, которые заинтересовали некоторых из вас, они из Asos. Я заказывала их в прошлом году. И они такие как бы мохнатенькие. Пальто, компьютер и посылка соседей. Я тут принимаю все посылки, потому что я работаю дома и в основном целый день провожу здесь. Но сегодня, как видите, несколько иначе. Но зато куплю у мальчишкам обувь такую, знаете, парадную, не в детский сад. В детский сад мы носим что-то, что можно убить и не жалеть. Ну, поехали. И вот знаете, частный дом это очень классно. Но он также живет своей жизнью. И вот в один прекрасный день я выхожу и гараж не закрывается. Очередная проблема, которой ты, блин, должен заниматься. У меня настолько большая проблема с интернетом дома, что я так и не смогла загрузить видео о уходе. Представляете? Потому что я начала записывать ролики в другом качестве. И сейчас, из-за того, что у нас нет скоростного интернета, вот как назло, я припарковалась, никого вокруг не было. Но как только я включила камеру, вокруг меня появилась куча машин. Я теперь стесняюсь. Да, я до сих пор стесняюсь снимать при других людях. И теперь я прям начала запинаться. Ну, в общем, так как у нас новый комплекс, то у нас нет прям суперскоростного интернета для того, чтобы отправлять файлы. Потому что я могу принимать, я могу все быстро скачивать, я могу смотреть любые видео. Но когда я что-то отправляю, то это занимает так много времени, что просто мне хочется застрелиться. И так происходит несколько раз в неделю. Потому что я стараюсь загружать видео два раза в неделю. Вот, и иногда мне даже приходится куда-то ехать, чтобы сделать это быстрее. Но сегодня, как ни странно, я была в городе, попыталась это сделать в другом месте, и все равно не загрузила. То есть 30% и я не знаю, девочки. Когда это видео появится на канале, я пойду напьюсь. Я шучу, конечно же. Кстати, покажу вам свой новый маникюр. В жизни он не такой фиолетовый, но какой-то виноградный. Я показывала вам dark chocolate, видите, сделала прям коротенький. И сейчас я нахожусь около детского сада, потому что мальчишки ходят на занятия. Я вам говорила, что мы сейчас ищем что-то интересное, что для них будет в кайф в первую очередь. Мы попробовали несколько вариантов. У них, конечно же, есть и дзюдо, и керамика, и ритмика в садике. Ну, английские, да, у них английские каждый день. Ну, мы сейчас ходим на курсы лего. Я вам рассказывала, что одна из моих таких самых хороших подружек в Польше, ну, она в Кракове живет, она ведет эти курсы. То есть у нее своя фирма, у них есть несколько офисов в Кракове. Ну, то есть это то место, где проходят и курсы, и также можно купить лего, и провести день рождения. И Игнашка ходит в младшую группу, а Захарка в старшую. Поэтому сегодня я по отдельности буду проводить время сначала с одним, а потом со вторым ребенком. Это очень классно, потому что в основном мы всегда все вместе. И я сегодня, прежде чем поехала вот по делам в Краков, и надо было немножко поработать, ну, немножко. Я постоянно как бы на связи, потому что я работаю в сети, я вам говорила. И сегодня я поехала в город и сразу взяла с собой одежду, чтобы их переодеть, а то они после садика просто... Все, пойду забирать малышей, и увидимся чуть позже. Смотрите, тыковки здесь. И вот здесь, и листики, грибочки. Привет! И краски осени, конечно, захватывают. Все красно-желтое. Хорошо, минуточку только. Игнашка, не ковыряйся в носу. Ну, это же вау, особенно, когда солнечно. Такое впечатление, что кто-то взял краски и разрисовал все вокруг, правда? Ну что, вы догадались? Это такая же трава, как у нас дома. Представляете? Вырастет такая. Я не хочу хот-дога, я не могу себе зимнего выбирать. Можешь, да. Игнашка остался, а мы идем что-то покушать. Захар хочет хот-дог. Я не хочу хот-дог. А что ты хочешь? Тайна. Вот так это выглядит издалека. И они вообще-то насыщенно зеленые, но просто уже как бы осень. Это огромное здание такое. Вау! Здесь еще одно. Какой прикол, каштановая лата. Вы такое видели? Я вижу впервые, но не заказала, потому что я сегодня уже выпила две чашки кофе. Даже три, считаю. Считаю растворимой. Поэтому мне не положено больше. Мы с Агаркой перекусили, и сейчас ждем, когда Игнашкины занятия закончатся. У них не просто лего-дупло. Не знаю, видите вы или нет, но у них здесь есть отвертки. И для того, чтобы сложить какие-то там машинки и всякие конструкции, им все нужно скрутить. Это все развивает моторику, и потом также раскладывают это лего. Ну и разные темы. В прошлый раз у них было что-то с водой. Ну, вообще прикольно, конечно. Пока Захаркины занятия еще не начались, покажу вам. Вообще все это называется роботово. Это не реклама, это просто мои подружки, я же вам говорю. И, значит, сначала детки складывают все, видите, это необычное лего. Вот, у них есть инструкция на айпэде. Вот, они складывают, потом пишут программу. Для таких деток, как Захар, это, ну, такая простая программа. Долго его фигура должна что-то выполнять. Ну, то есть задают какие-то там параметры. А для деток постарше, это вот реально как часть программирования. Конструктор обычный, вот, лето мы можем собирать и в дом, и дома. А вот это, это нечто большее. И также учат терпеливости, как мне кажется, усидчивости. Тоже моторика, все дела. Ну, короче, мне кажется, что это вообще очень классная идея. Вот сегодня они делали дракона. Игнаш, покажи, пожалуйста. А, Игнаша уже разобрал. Вот. Здорово как. Давай, пробуй, котик. Крути. Так. Лега? Ага. По-моему... Игнаш может есть МНЛ, только когда скажет, какой цвет. Стоп. Какой цвет? Green. Green. По-английски. Давай еще. Какой это цвет? Brown. Brown, да. Еще. О, снова. Другой давай, доставай. Кокетка ты малая моя. А это какой цвет? Не знаю. Ну, как не знаешь? Ты же только что говорил. Yeah? Да. Их невозможно нормально постричь. У Игнашика вот здесь вихрь, и каждая притеска, каждая стрижка выглядят у нас так, как будто... Стоп, какой этот цвет? Как будто мы сами их стрижем. Red. Правильно. Юп-юп. Ты знаешь, все цвета. А это какой цвет? Правильно. Ой, смотрите, какие прикольные. Я думала, они пластмассовые, такие прям идеальные. А это настоящие. Я же вам говорила. И вот прям такой цвет листьев, как вы видите, насыщенно красный. Заказала Игнашику блинчики. Ждем, когда их пожарят. Очень интересная кафешка рядом с этими курсами. А мы идем собирать листья. Здесь как раз клен растет. И идем делать букет. Субтитры сделал DimaTorzok Ребенок, говорит, сам будет покупать. Все, сам складывает. Взял себе брокколи, огурцы, хлеб. Все самое нужное. Сегодня какой-то день открытий. Смотрите, какая капуста. Какой формы. Вынос мозга. Это как квадратный арбуз. Вот, скупились на этом, собственно говоря. Все. Вместе несем пакет. Ну как, все. 7 часов вечера. Сейчас еще пойдем посмотреть, что там Захарка сегодня сложил. Прогуляемся. Очень классная погода у нас сейчас. Да? Да. Потом еще буду их купать. Укладывать спать. Все, короче, знаете, стандартно. По графику. Ничего особенного. Но, признаюсь честно, что у меня сегодня был более такой свободный день, скажем так. Так, сначала все подключают по кайпаду, теперь к компьютеру. Здесь какая-то специальная программа. И потом Захар сам включает, выключает. Вот. А дети постарше вообще там, только что я их делаю, такие классные вещи делают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА